Но сегодняшняя потеря связана с ударом, который нам нанесли в спину пособники террористов. По-другому я не могу квалифицировать то, что сегодня случилось. Наш самолет был сбит над территорией Сирии. Ракеты воздух-воздух с турецкого самолета F-16 упал на территорию Сирии в 4 километрах от границы с Турцией. Он находился в воздухе, когда на него была совершена атака на высоте 6 тысяч метров на удаление 1 километра от турецкой территории. В любом случае наши летчики и наш самолет никак не угрожали Турецкой республике. Это очевидная вещь. Они проводили операции по борьбе с ИГИЛ. Мы давно фиксировали тот факт, что на территорию Турции идет большое количество нефти и нефтепродуктов с захваченных ИГИЛ территориях. Отсюда и большая денежная подпитка бандформирования. Теперь еще и удары нам в спину, удары по нашим самолетам, которые борются с терроризмом. Это при том, что мы с американскими партнерами подписали соглашение о предупреждении инцидентов в воздухе. А Турция, как известно, в ряду тех, кто объявила о том, что они якобы воюют с терроризмом в составе американской коллекции. Если у них, у ГИЛ, такие деньги, а счет идет на десятки, сотни, миллионы, может быть, на миллиарды долларов за счет торговли нефтью. Плюс к этому они имеют защиту со стороны вооруженных сил целого государства. Тогда понятно, почему они ведут себя так дерзко и нагло. Мы, конечно, внимательно проанализируем все, что случилось. И сегодняшнее трагическое событие будет иметь серьезные последствия и для российско-турецких отношений. Мы всегда относились к Турции как не просто к близкому соседу, а как к дружественному государству. И вместо того, чтобы немедленно наладить с нами необходимые контакты, насколько нам известно, турецкая страна обратилась к своим партнерам по НАТО для обсуждения этого вопроса и этого инцидента. Как будто это мы сбили турецкий самолет, а не они наши. Они что, хотят поставить НАТО на службу ИГИЛ? Я понимаю, что у каждого государства есть свои региональные интересы, и мы всегда относимся к ним с уважением. Но мы никогда не потерпим, чтобы совершались такие преступления.